Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом Женщин Республики Коми. Цель – усилить взаимодействие при оказании помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Очень, наверное, нужное для нас заседание, потому что есть желание познакомиться вообще с работой этого фонда и понять, как и в чем мы можем быть полезны друг друга, когда только началась военная операция. Конечно, было очень сложно, трудно, непонимание, много вопросов возникало. К нам шли женщины, надо было искать возможности их успокоить, надо было искать возможности решить их проблемы. А после того, как открыли горячую линию, это очень здорово помогло, потому что горячая линия, она работала круглосуточно. После того, как открыли этот фонд, конечно, стало легче и проще. Тем не менее, вопросы все равно есть. Совместная работа фонда и союза женщин в основном будет направлена на поддержку матерей, жен и детей, участников и ветеранов СВО. Уже на сегодняшний день в республике работают 25 социальных координаторов, которые представлены во всех муниципалитетах республики. Есть определенное количество уже граждан, которые обращались к нам, и я надеюсь, в дальнейшем будут обращаться, так как есть уже реальные обращения, которым помогли гражданам. Поэтому мы ждем всех в стенах фонда и будем рады всех видеть здесь. Напомню, по поручению президента России в каждом регионе страны открыты филиалы фонда «Защитники Отечества». Основная цель – персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд призван оказывать содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. Филиал фонда в КОМИ открыт благодаря помощи главы республики Владимира Уйба.